Покажем вам сегодня, как наносить декоративную штукатурку, которая вам позволит сэкономить деньги и не шпаклевать стены. Данный вид декора можно нанести просто на машинную штукатурку и получить замечательный результат. Итак, начинаем грунтовать. Наносим мелкий кварц грунт для того, чтобы материал держался на нашей поверхности. Итак, наносим первый слой бетон-смол на сдир при помощи кельмы. Данный слой поможет нам убрать мелкие царапины и неровности, которые присутствуют на нашей стене. После полного высыхания первого слоя начинаем создавать рисунок вторым слоем материала бетон-смол при помощи широкой кисти. Материал для второго слоя желательно разбавить водой примерно на 30% для того, чтобы легче делался рисунок и с материалом было приятно работать. После того, как наторцевали, оставляем высыхать на минут 10. Затем при помощи чистой кельмы начинаем приглаживать, тем самым создавая рисунок. Рисунок формируем по нраву. Если хотите больше пятнышки, сильнее давим на кельму. И начинаем полировать нашу поверхность. Оставляем сохнуть также до полного высыхания. Затем при помощи валика наносим декоративную штукатурку сил, он же шелк, равномерно раскатывая по всей поверхности. Нам необходимо создать шигрень для того, чтобы потом получился рисунок. Затем берем кельму чистую. Таким же образом начинаем рисовать восьмерку, создавая рисунок на финишном слое. Примерно через 5 минут начинаем финишное приглаживание нашей поверхности. Материал сам по себе создает рисунок и отличный перелив. Оставляем до полного высыхания. Таким образом, не шпаклюя стен, мы нанесли первый слой бетон-смол, который перекрыл все неровности и царапины нашей поверхности. А вторым слоем шелка мы придали изысканности нашим стенам. Этот материал можно мыть, протирать, реставрировать, а цена его не превысит 200 гривен за метр квадратный. Продолжение следует...